Сейчас мы с вами перейдем к изготовлению другого вида элементарного плетения. Это так называемый бублик или браслет или основа венка, как угодно. Делается следующим образом. У каждого дома есть кружка, но никто не предполагает, что кружка является важным элементом плетения. Управляем хомель прута в ручку, начинаем накручивать. Таким образом образуется у нас несколько оборотов прута. Мы уговариваем прут в дальнейшем делать соответствующую форму. Берем и начинаем этот прут скручивать, чтобы он не ломался, вот по форме будущего бублика. Этот прут упругий. Бывают сорта ивы, которые образуют коленки. То есть вот такие вот коленки. Эти сорта ивы не годятся для изготовления данного вида плетения. А вот этот сорт, так называемая конопляная или пятитычинковая ива или корзиночная ива, это видовой сорт ивы. Он очень хорош, он упругий и дает возможность делать такие вот бублики. Вот основа бублика у нас есть. Дальше к этому, к этой основе мы просто добавляем последовательно еще прутья. Ну для наглядности возьмем красный прут, вот корнуса и вот у нас комель вершинка. Комель вершинка. Следующий комель мы мы на некотором расстоянии от предыдущего зажимаем и таким же образом по спирали начинаем накручивать накручивать следующий прут. Таким же образом, чтобы комель по отношению к предыдущему комлю был вот таким образом сориентирован. Следующий комель у нас пойдет пойдет вот таким вот образом. Вот ни в коем случае вот не таким вот образом. То есть важный момент, чтобы все комель смотрели в одну сторону. Спираль тогда навиваемая будет укреплять наш бублик. Вот мы его укрепляем, в общем-то у нас уже бублик готов. Толщина его зависит уже от вкуса хозяина. Вот такой у нас уже бублик. Последовательно добавляем пруть и добиваемся необходимой толщины. Опять закладываем комель и опять начинаем навивать. вот вот у нас получился бублик из трех веточек. Таким образом можно добавить четвертую, пятую, шестую и получить необходимую толщину. Дальше мы уже подрезаем, чтобы у нас тоже были комли аккуратные. Секатор держим горизонтально. Режущая часть внизу обязательно. Не вот так вот, режущая часть наверху, а строго вот так вот. Изделие держим тоже горизонтально. Таким образом у нас срез получится идеальный. Даже вот маленькие срезы. Для того, чтобы отличить иву пригодную для загибания в плетении или непригодную, мы накручиваем тоненькую веточку на палец или на какой-нибудь предмет и смотрим ломается ива или нет. Вот это ива не ломается, но образуются вот так называемые коленки. Вот она коленка, вот коленка, вот коленка. Эта ива хороша, она не ломается, но для ряда изделий, она не годится. Вот ива другая, конопляная ива. Если мы ее будем накручивать, коленки не образуются. Вот видите, коленок вообще нету. Эта ива годится для изготовления колец. коленок нету вообще. Она как резиновый шланг. Она очень упругая, буквально как резиновый шланг. Вот. Это как раз вот для изготовления бубликов, браслетов идеальный сорт. Ну а еще, конечно, мы хотим поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. И вот наш вертеп рождественский, который вы теперь можете сделать сами. Здесь все вам известно. Вот большое донышко, как наша маленькая игрушечка. Фигурки, волхвы, пастухи, животные. Все делается таким же способом, как мы с вами плели. И фигурки людей можно сделать, как конусы, только заплести до конца. Округлые головы. Это звездочка, которой лучики сведены в шарик и заплетены. Фигурка ангела. Посмотрите, нимб сделан как тот самый обруч, который вам показывали, как скрутить. Ну и фриемская звезда. Вот она наверху, над всем нашим вертепом. Вообще, обычно человек чувствует непреодолимую потребность заняться плетением. Если оно у вас есть, то после нашего занятия, урока, вы поймете, ваше это ремесло или нет. Это вообще такое древнее дело. Я бы сказала, что это проторемесло, первичное. Потому что, ну, понятно, что наши далекие предки не случайно взяли ветки и сделали какие-то первые циновки и жилища, и шалаши, и емкости. Поэтому заниматься плетением надо весело и с азартом. Выращивать можно материал у себя на участке. Две задачи решают одновременно. И зеленая изгородь живая, и зимой собирается урожай веток. Получается, что вы и украшаете сад, и делаете порезанные вещи своими руками. Так что елочные игрушки – это только начало. За вами теперь выбор, ваше это ремесло или нет. Продолжение следует...